Это Фрида, мы продолжаем в прямом эфире обсуждать ситуацию, которая сложилась на данный момент в Украине. Вот есть обновленная информация касаемо выпущенных и сбитых ракет. Мы говорили ранее о том, что украинцам удалось сбить 44, украинское ПВО сбило 44 ракеты, но важный момент из 50. Вот такая вот статистика, вот такая ювелирная работа вооруженных сил Украины. Но, к сожалению, есть и прилеты, так называемые, поскольку Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. И в этих областях, в этих городах слышали как раз работу ПВО. К сожалению, нужно сказать о том, что области будут частично без света. В Киевской области обещают уже, что будут многочасовые отключения, пока идут восстановительные работы. Да, кстати, видимо, Российская Федерация сейчас использует такие умные ракеты, что у некоторых из них, не многих, но некоторых, даже совесть появляется. Дело в том, что одна из российских ракет, которыми сегодня оккупанты атаковали Украину, передумала лететь в место назначения и вернулась в Освояси. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Прямая речь. Одна из ракет России имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета приняла решение вернуться в родную гавань, написал Ким. Также он опубликовал у себя на телеграм-канале следующее видео, можем сейчас его увидеть. Ракета летит, делает разворот и направляется именно в то место, откуда ее и выпустили. Если это обстрел с российской территории, а среди прочего он велся и с российской территории, то на российскую территорию эта ракета и вернулась. Приветствуем подобное решение ракет. Вернулась, да, в родную гавань. Редактор субтитров А.Семкин